В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Мария Кузьмичева. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Здесь будет создана обновленная пешеходная аллея, будет благоустроена территория возле фонтана и дальше к Дворцу культуры. Люберцы преобразятся. Масштаб строительства оценил губернатор области Андрей Воробьев. Мечты сбываются. Многодетная семья Голубевых получила субсидию на новое жилье. Для нас это действительно очень важное событие, когда мы все вместе сработали так, чтобы наше население получило точку почтового обслуживания. Отправить письмо, оплатить коммуналку и оформить подписку на газету. В микрорайоне самолет открыли почтовое отделение. Переход на Экс-Роу-счета, повышение коммунальных услуг. Что еще изменилось в жизни россиян? Даже свой праздничный день вы сегодня будете ставить на дорогах, будете охранять покой граждан, помогать им. 83 года на страже порядка. Госавтоинспекторы отметили свой профессиональный праздник. Сейчас об этих и других новостях более подробно. Люберцы с рабочим визитом посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он проверил, как ведется подготовка к масштабному преображению центра города. Дело в том, что в этом месяце стартует второй этап благоустройства территории. На очереди улица Звуковая. От Октябрьского проспекта до улицы Кирова будет создана комфортная зона отдыха. В проект по благоустройству центральной части Люберец вошли улицы Смирновская, Звуковая и Октябрьский проспект. Первый этап работ на улице Смирновской завершился в 2017 году. Там установили лавочки, провели освещение, сделали озеленение и уложили тротуарную плитку. Теперь такие же изменения ждут улицу Звуковую. Здесь будет создана обновленная пешеходная аллея, будет благоустроена территория возле фонтана и дальше к Дворцу культуры. Будет создана зона отдыха, дополнительное озеленение, лавочки. Более трех гектар благоустройства будет сделано. Это большое полноценное общественное пространство. На территории благоустройства находится кинотеатр. В октябрь Люберецкий краеведческий музей и здание администрации городского округа завершить работу планируют к концу сентября. Еще одно место притяжения Люберчан – парк Малаховское озеро – также ждет масштабная реконструкция. Здесь появятся места тихого и прогулочного отдыха, и пикниковая зона. Дарья Борисова, Луиза Егия Азарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Субсидию на приобретение жилья получила многодетная семья Голубевых. Супруги воспитывают 14 детей. Сейчас все они живут в четырехкомнатной квартире и мечтают о собственных комнатах. Это желание вот-вот исполнится благодаря губернаторской программе поддержки многодетных семей. Почему-то все время рисуют ручкой. Карандаш не признаю. Хорошо, что еще особо не рисуют на обоих и на полах. У тебя что-то получается. Маленькая Элиза делает робкие шаги в мир искусства на коленях у папы. Совсем недавно ей пришлось по наследству передать сестре свой статус младшей дочки. Меньше месяца назад у супругов Голубевых родился 14-й ребенок. Имя для девочки выбирали всей семьей. Каждый ребенок, тот, кто думал, писал на записочке имя, которое он считает правильным и для него приемлемым. Самая младшая у нас брала. Несколько раз пыталась, конечно, вот так вот взять. Но мы так направили, чтобы она бумажечку взяла. И вот она именно бумажечку взяла ту, где написано имя было Валерия. И мы вот так назвали ребенка, чтобы никому не было обидно. У Голубевых так принято. Все важные решения принимать сообща. Каждый день они собираются за чаепитием, чтобы обсудить дела и планы, да и просто поболтать. Также делят и домашние обязанности. Все вместе и поровну. Сейчас мамы нету, и папа в разъездах там. Приходится побыть вторым папой. И помогаю всем тут. Делим, кто сегодня готовит кушать, кто помогает маме на стол готовить. Вот. Вот так там. Ну, кто с детьми пойдет гулять. Если школа, то там, кто будет делать уроки с ними. Обязанностей много, но у Голубевых остается время на детство. Делу время, но игр и увлечений никто не отменял. Например, хобби Даниила – рисование. Талант в сыне разглядела мама, а сам он усердно его развивает. Учится на архитектора и мечтает основать свой интернет-канал, посвященный искусству. Мне именно нравится портрет рисовать. Потому что, как бы, художник, мне один человек сказал, если вы хотите, чтобы я изобрел свои чувства к этому человеку, дайте мне карандаш, дайте мне лист, и я это сделаю. Ну, как бы, я стараюсь так же не просто плоско лицо что-то нарисовать, я как бы пытаюсь и передать его искренние внутренние эмоции в портрете. Быт, увлечение, игры и семейные вечера умещаются в скромной для такой большой семьи четырёхкомнатной квартире. В тесноте да не в обиде повторяют Голубева и мечтают о новых квадратных метрах, где у каждого будет по комнате. Во-первых, это первый раз будет, когда собственная комната, и как-то интрига небольшая. А во-вторых, иногда хочется одному побыть. Хочется, чтобы была одна кровать и шкаф, и всё. Чтобы простор был. А то тут заставлено всё. Мечта постучалась к этой семье вместе с губернатором Андреем Боробьёвым. Хранительница очага Юлии Голубевой он вручил сертификат на улучшение жилищных условий. Встретиться с ней пришлось в больничной палате, где многодетная мама поправляет здоровье. Конечно, 14 детей – это заслужит уважения. Я в восторге. Просто в восторге от всего. От внимания. От того, что губернатор даже вот сюда приехал, он как бы уделил своё время драгоценное. Большой семье большая субсидия. Из областного и местного бюджета в Голубево получили почти 7,5 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки семей, воспитывающих более семи детей. В Подмосковье она успешно работает с 2013 года. Как распорядиться деньгами, Голубевы пока размышляют в планах построить большой дом или приобрести квартиру. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. С 1 июля в жизни российских граждан произошли перемены. Застройщики перешли на их скрывающие та коммунальные услуги, проиндексированы второй раз за год. Переплата по потребительским кредитам стала меньше, а гостиницы теперь зависимы от звёзд. Строительство переходит на проектное финансирование. Девелоперы больше не могут привлекать деньги населения для возведения домов напрямую. Посредниками становятся банки. Нововведение приведёт к подорожанию жилья, считают эксперты. Почти на 2,5% увеличились тарифы на коммунальные услуги. В этом году индексация проводится в два этапа. Общее увеличение тарифов остаётся в рамках целевой инфляции на уровне 4%. Теперь процентная ставка по новым потребительским кредитам не должна превышать 1% в день. Исключение составляет специальный вид займов до зарплаты со ставкой 10 тысяч рублей на период до 15 дней. С июля гостиницы, где более 50 номеров, не смогут работать без документа о присвоении категории звёздности. Если собственник отеля самовольно завысит количество звёзд, ему выпишут штраф. Сумма составит от 7 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Вопрос спешей и транспортной доступности до станции метро Некрасовка остаётся одной из главных проблем жителей микрорайона «Самолёт». Глава Люберец Владимир Ужицкий провёл с ними очередную встречу. Власти городского округа рассказали о ближайших планах по развитию микрорайона, а также выслушали и другие просьбы жителей. Несмотря на проливной дождь, во дворе дома на улице Барыкина многолюдно жители микрорайона, преимущественно молодые семьи, пришли на встречу с главой. Вопросов к местным властям накопилось много. Основной, с которым они обратились на прямую линию к президенту, доступной станции метро Некрасовка. На территории Москвы будет построена дорога с разворотной площадкой, где будет подходить московский общественный транспорт. Это конец 2019 года, декабрь 2019 года. Ввиду этого вы сможете пользоваться как этим транспортом, который сейчас здесь, так и транспортом московским. А пешая доступность микрорайона станет возможной после реконструкции Зенецкого шоссе. Работы по строительству тротуаров и линий наружного освещения выполнят к концу этого года. Затем в первом квартале 2020-го Зенецкое шоссе соединят с проектируемым проездом 1283, который строится на территории Москвы. Вот эта территория, которая приближена к вашему микрорайону, она застраивается Москвой. И здесь по плану строительства Москвы завершение этой стройки, насколько я не ошибаюсь, и информация у меня достоверная, 2022 год. Нужно проложить какую-то временную тропу, я говорю, какую-то временную дорожку. Я думаю, что мы не будем с этим затягивать, мы это согласуем, такая временная дорожка будет. А пока этой временной дороги нет, до метро приходится добираться на общественном транспорте. Но и здесь не всё гладко. Остановка автобуса в неположенном месте, нехватка маршруток и завышенные тарифы. Дифференциация должна быть в обязательном порядке. Более того, мы запросим сейчас, Лавин Петрович, об основании цены, потому что есть такое, мы уже запросили об основании цены, и направим для проверки в прокуратуру. Это единственный орган, который позволяет нам регулировать ценообразование. В настоящее время на территории микрорайона строится новая школа и два детских сада. В ближайшее время появится парковка на 500 машиномест. Также в план развития местной инфраструктуры входит поликлиника и станция скорой медицинской помощи. Проекты уже разработаны, сейчас находятся на согласованиях. Рассчитываем в этом году начать строительство. В следующем году она небольшая, трёхэтажная, значит, и двухэтажная станция скорой помощи, там у нас год по срокам. Отныне такие встречи с жителями самолёта станут регулярными. Следующая состоится уже через месяц. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Жители микрорайона «Самолёт» могут воспользоваться почтовыми услугами в шаговой доступности. По их просьбе на улице Камова открылось отделение связи. Первый рабочий день прошёл в торжественной обстановке в присутствии главы Люберец Владимира Ружицкого. Новое отделение связи полностью обеспечит жителей микрорайона почтовыми услугами. Посетители могут отправить и получить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, а также оформить подписку на газеты и журналы. Сегодня в зоне обслуживания отделения проживает более 16 тысяч человек. В ближайшем будущем его услугами смогут воспользоваться около 60 тысяч жителей микрорайона. Открытие нового отделения связано с большими вопросами, связанными с экономикой, с выделением финансирования, выделением помещения. И вот благодаря городскому округу Люберцы это произошло. Для нас это действительно очень важное событие, когда мы все вместе сработали так, чтобы наше население получило точку почтового обслуживания. Штат отделения полностью укомплектован сотрудниками. Они ждут клиентов по будням с 8 утра до 8 вечера и в субботу с 9 утра до 18 часов без перерывов. Итоги недели подвели представители Люберецкой администрации. Оперативная обстановка в округе, противопожарные меры, вопросы ЖКХ, проблемы бездомных животных и спортивные успехи. Вот главные темы этого заседания. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Технологические отключения были на этой неделе в округе. Сейчас все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. К настоящему моменту регион более чем на 40% готов к зимнему отопительному сезону. Из 2094 МКД представлены паспортов готовности на 844 дома. Это полностью соответствует установленному графику подготовить 40% паспортов готовности. Подготовлено 27 котельных из 82. Бездомным животным положена ветеринарная обработка. Если в ухе собаки есть бирка, значит, ее привили от бешенства. Гуманная эвтаназия применяется при особых медицинских или социальных показаниях. Выезд бригады по отлову осуществляет в течение двух суток со дня получения заявки. За июнь было отловлено 46 безнадзорных собак. По всем вопросам отлов бездомных животных можно звонить по телефону горячей линии 8 929 644 97 28. Жалобы жителей на нарушения в парках оперативно устранены. Так, уборка проведена на Наташинских прудах. В Малаховском парке окрашены ограждения и подготовлена танцевальная площадка. Ликвидирована несанкционированная свалка возле парка Лапса. В парке сказок ранее были допущены неустановленными гражданами ряд нарушений, выразившиеся в повреждении фигурок, гномики, домик пчел. Все эти нарушения были устранены, фигуры восстановлены. С 24 по 29 июня на кортах теннисного центра Подмосковья состоялся турнир первенства городского округа Люберцы. Около 120 спортсменов из разных регионов страны приняли участие в соревнованиях. Грамоты, награды и ценные призы получили победители состязаний. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсалямов, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Исполнение бюджета за 2018 год. Принятие имущества в муниципальную собственность региона. Протест транспортной прокуратуры против правил землепользования и застройки, а также вопросы здравоохранения. Темы актуальны для каждого. Обсуждение их прошло в администрации. Разбирали вопросы депутаты округа. В своем протесте прокуратура ссылается на применение частей 4 и 5 статьи 87 земельного кодекса. Полагаю, что данная ссылка к указанным нормам не является необоснованной в связи с тем, что данные нормы права утратили свою силу с 4 августа 2018 года. Транспортная прокуратура подала протест против статьи, содержащей правила землепользования и застройки городского округа Люберцы. Возражение отклонено. А из приятных сюрпризов – благодарность люберецким депутатам от руководства родильного дома округа. Народные избранники оказали помощь в обустройстве пандуса. Льготу по уплате налога на землю получили люберецкие предприятия, вошедшие в текстильный кластер. Реализация инвестиционного проекта и создание новых рабочих мест в округе – выполнение этих условий обязательно для получения льготы. Сегодня текстильно-промышленный кластер городского округа Люберцы включает в себя 10 предприятий. По льготе они смогут оплачивать земельный налог с 50-процентной скидкой. Объединение отраслевых предприятий обеспечит развитие производства, считают в администрации региона. Госавтоинспекторы отметили профессиональный праздник. Вот уже 83 года стражи дорог регулируют движение транспорта и пресекают нарушения правил. В честь годовщины со дня образования службы в Люберецкой ГИБДД прошло торжественное мероприятие. Слава поздравлений прозвучали от руководства местного МВД, а также от главы люберец Владимира Ружицкого. Алексей Поляков работает в Люберецкой ГИБДД уже 12 лет. Свой трудовой путь он начинал в дежурной части. Последние 6 лет занимает должность госинспектора отделения технического надзора. Работа на линии в любую погоду и при любых обстоятельствах. Под его пристальным вниманием находится техническое состояние общественного транспорта. Но сегодняшний рабочий день Алексея начался не так, как обычно. Перед заступлением на службу – общее собрание с коллегами. Повод особенный – 83-я годовщина со дня основания ГИБДД. А его фотография теперь размещена на доске почёта. По большому счёту уже свою работу где-то в другом месте я не представляю. Люди разные у нас, особенно в наше сейчас трудное время. Нервная работа, что могу сказать. Нет таких спокойных дней, чтобы ты заступил сегодня на службу и целый день ты был счастлив, чтобы улыбка у тебя была на лице. Но с улыбкой на лице все сотрудники госавтоинспекции встретили свой профессиональный праздник. Слова признательности за нелёгкий и самоотверженный труд прозвучали как в адрес действующих сотрудников, так и ветеранов службы. Даже в свой праздничный день вы сегодня будете стоять на дорогах, будете охранять покой граждан, помогать им. Здоровья всем, вашим детям, вашим семьям, вашим родителям. Поздравили виновников торжества и главы городских округов, которые находятся на территории обслуживания ведомства. Владимир Ужицкий вручил сотрудникам отдела два сертификата на служебные квартиры. Количество транспортных средств за последние годы выросло в разы. Ваш график по плотности в работе, он только насыщается. Я искренне хотел бы вам пожелать, чтобы вот эта плотность, она не сказывалась на вашем здоровье. Я искренне желаю вам такого хорошего материального обеспечения. Почетными грамотами, памятными медалями и ценными подарками отметили инспекторов, которые безукоризненно несут службу. Всего в Люберецкой ГИБДД работает 140 аттестованных сотрудников и 40 вольнонаемных. Массовая проверка нетрезвый водитель прошла в округе. Водители, чей путь лежал через улицу электрификации, тормозили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить их на сознательность и законопослушность. Этот участок выбран для рейда не случайно. Анализ аварийности показал, что здесь фиксировались случаи ДТП с участием водителей под градусом. На этот раз проверку документов инспекторы отложили на потом. Главное – беседа с автолюбителем. Опытному специалисту достаточно пары слов, чтобы определить, пил ли водитель за рулем. Если водитель в нетрезвом состоянии в общении с инспектором покажет внешние признаки опьянения, конечно, будет к нему примена вся административная процедура, он будет привлечен к административной ответственности. Для нетрезвых водителей предусмотрено суровое наказание – лишение прав от полутора до двух лет и солидный штраф в размере 30 тысяч рублей. Под эти санкции в ходе рейда не попал ни один автовладелец. Все водители сели за руль трезвыми. Сотрудники Люберецкой полиции задержали жителя Раменского района, который совершил заказное преступление. Мужчина украл автомобиль с помощью эвакуатора. Инцидент произошел в Люберцах на улице Шоссейной. Злоумышленник вызвал эвакуатор и попросил доставить иномарку в гаражный кооператив в городе Железнодорожный. Там его и обнаружили оперативники, но уже в разобранном виде. Мужчина признался сотрудникам полиции, что кража была заказной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Лучшее звено газодомозащитной службы. Такой смотр-конкурс состоялся между подразделениями Мособолпушспаса. Три блока соревнований в каждом испытания на профпригодность. Офис, комплексная полоса препятствий и первая помощь. В этих дисциплинах предложили проявить себя участникам состязаний. Чтобы показать свое мастерство, 24 команды собрались в старой воинской части в поселке Октябрьский. Непростые дистанции ожидали пожарных спасателей. Все дистанции сделаны для отработки в реальных событиях. То есть это и поиск пострадавших, и оказание первой помощи при выносе пострадавших из пожара. И поиск пострадавших в замкнутой пространстве. Отец Александра Шибалова всю жизнь работает в пожарной охране. Для сына выбор профессии не составил труда. В детстве Саше нравилось приходить к папе на дежурство, наблюдать за его работой и чувствовать себя членом команды. Мы работаем в команде. У нас получается в карауле 4 человека. Точнее, пятый начальник караула, он как наш отец, руководит всеми действиями. Он уже довольно опытный мужчина. Поэтому все задачи перед каждым он ставит четко. Сила, сноровка, огромная физическая подготовка. Такие качества необходимы для успешной работы в пожарной охране. Но это не самое главное. На первом месте это все-таки моральные качества. То есть надо быть уверенным и в своих силах, и в силах твоих товарищей. И то есть при любых обстоятельствах ты должен уметь выполнять свою работу, свою задачу. Победителей смотра конкурса выявили двухдневные соревнования. Три лучшие команды отправятся на первенство Московской области. До начала нового учебного года еще целых два месяца. Но родителям лучше озадачиться этим вопросом уже сейчас. Наш корреспондент Луиза Егезарян расскажет, почему покупку школьных принадлежностей не стоит откладывать в долгий ящик. Первого сентября Мария Баранова пойдет в седьмой класс. Готовится к школе девочка предпочитает заранее. Как говорится, сделал дело – гуляй смело. Уже третий год подряд за школьными принадлежностями она приходит в магазин «Банди-игрушка». Ее устраивает большой выбор, а маму – привлекательные цены. А весь этот месяц до 31 июля в магазине «Банди-игрушка» как раз действует скидка 20% на весь товар. Перед началом акции руководство торговой точки позаботилось о расширении ассортимента. От них только рюкзаков из новой коллекции поступило порядка ста видов. Значительно увеличилась линейка как отечественной, так и зарубежной продукции. Китай и Южная Корея, Европа – это рюкзаки сербские, также есть и Германия. Мы сейчас больше стали уделять российским производителям, потому что эта логистика меньше и цена устраивает как нас, так и покупателей наших. Новинки в этом сезоне появились и на полках с концтоварами. Вот, к примеру, эксклюзивная коллекция предметных тетрадей – золотая и серебряная серии. Примечательно, что их производитель – полотняно-заводская бумажная мануфактура – отметила в прошлом году своё 300-летие. В июле месяце, естественно, каждый покупатель, который придёт, он увидит на 20% дешевле. На 20% дешевле будет и школьная форма. Одежда отечественного производства представлена на втором этаже магазина «Банди-игрушка». Разнообразие фасонов, цветовый цен позволит сделать выбор каждому посетителю. Собрали ребёнка в школу – пора идти за игрушками, ведь летние каникулы продолжаются. О досуге маленьких покупателей здесь тоже позаботились. Целый этаж магазина отведён игрушкам на любой возраст, вкус и кошелёк родителей. 31 июля. И 31-го у нас будет здесь грандиозный праздник, Новый год 31-го у нас. Поэтому приходите все. Тут будет большой концерт, мастер-классы будут производиться. Ну и, естественно, будут каждому участнику подарки. Льготные места для продажи сельхозпродукции получили дачники на подмосковных рынках. Чтобы закрепить за собой торговую точку и приступить к делу, гражданам следует обратиться в управляющую рынком компанию. Три рынка городского округа Люберца предоставили дачникам льготные места. Речь о торговых рядах на улице Инициативной в Люберцах, на территории экспериментального завода в Малаховке, а также в деревне Марусино. На овощи, фрукты и ягоды дачников обещают установить льготные цены. С полным перечнем рынков Подмосковья, предлагающих льготные места, можно ознакомиться на портале Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Преданные, добрые и безгранично любящие. Наши четвероногие друзья и их хозяева отметили Международный день собак. Но далеко не все хвостатые компаньоны терпеливо ждут нас с работы. У них есть и своя служба. О трудностях собачьей работы Дарья Борисова. Это вот ее самое любимое занятие. Прийти, лечь, и чтобы ее гладили все. Плюшевая Витя по душе щенячьи забавы. Любит, чтобы почесали за ушком, купили игрушку, дали порезвиться на лужайке. Но для своих пяти месяцев собака она довольно образованная. Учится давать лапу и уже освоила команду апорт. Если у человека, например, упали перчатки или ключи, апорт – это команда отдавать. Но на то, чтобы она подняла и принесла в руки какой-то предмет. Это умение для Виты жизненно необходимо. Она будущая собака-поводырь для слепых и подшефная центра собаки-помощники-инвалидов. Первый год жизни щенок будет воспитываться в семье. Своими четырьмя лапами Вита делает первые шаги в профессию в семье Есиных. Они опытные волонтёры, участвуют в программе не первый год и воспитывают уже третьего щенка-поводыря. Наша основная задача – научить собаку жить в семье. То есть она должна быть ласковая, она должна быть игривая, она должна знать, что такое лифт, что такое машины. Не бояться пылесоса – вот одна из задач – приучить собаку к таким бытовым приборам, например. Собака должна к этому привыкнуть и не бояться ничего из того, что будет окружать будущего её подшефного человека в жизни. Волонтёрская программа центра попалась на глаза Ольге случайно и очень вовремя. Дети просили собаку, а взять в семью хвостатого друга навсегда было страшно из-за груза ответственности. Есины рискнули взять щенка на год и уже не смогли остановиться, чему в центре собаки помощники-инвалидов очень рады. Волонтёры нам очень нужны, всегда мы их очень ценим. Без них не было бы нашей программы, без волонтёров, потому что они живут именно в городе. И это очень важно нам собаку социализировать, приучать к людям. То есть вот именно, чтобы она была выращена в городской среде, чтобы ей было в ней комфортно. Наталья Шайдина – тренер ВИТ и частый гость в семье Есиных. Щенок встречает её с распростёртыми лапами. Задача Натальи – научить его правильно вести себя в условиях города и помогать будущему хозяину с ограниченными возможностями ориентироваться на улице. Сидите. Хорошо. Вот дверь открыли, она спокойная. Поощрили. Можно двигаться дальше спокойно, чтобы она была в спокойном состоянии, невозбуждённом. Не боятся машины, газонокосилки. Этот экзамен Вита сдаёт на отлично. Не обращать внимания на голубей и других собак. Пока для неё задачка со звёздочкой, но Вита старается. Потянуть другие предметы она сможет в центре собаки-помощники инвалидов. Туда щенок отправится после курса домашнего обучения, когда подрастёт. Сейчас в центре 30 собак готовятся стать поводырями. Для такой работы лабрадоры подходят лучше других пород. Лабрадоры, они вообще без агрессии собаки. И очень любят людей. Потом им намного легче приучиться в новой семье. То есть забираем от волонтёров, привозим в центр. Конечно, это все собаки переживают. Но лабрадоры меньше переживают, потому что они очень любят людей всех. Поэтому им в этом плане попроще. Человеку пережить разлуку со щенком бывает сложнее. В семье Есиных не обходилось без слёз. Правда, тосковали недолго. Спустя пару недель центр передаёт волонтёрам на воспитание нового щенка. Бывшие же воспитанники отправляются жить в разные уголки России, чтобы помогать своим слепым хозяевам. Первый лабрадор, выращенный в семье Есиных, уже несёт трудовую вахту в Свердловской области. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Люберчане – ответственные собаководы. Они уверенно воспитаны с четвероногим к лицу. Владельцы учат питомцам хорошим манерам на курсах дрессировки. Их проводят в Центральном парке Люберец. Кани Корса Черс – собака-чемпион. В свои два года победитель многих всероссийских соревнований. Первый триумф одержал в три с половиной месяца. Секрет успеха в регулярных хендлинг-тренировках. Это особый курс подготовки к соревнованиям. К своей владелице Черс приехал из чебоксарского питомника «Априори Бест». Наталья Тышкунова долго искала питомца и не собиралась предоставлять собаку самой себе. Поэтому со щенячьего возраста Черс на «ты» общается с кинологами и хендлерами. Есть не только хендлинг, не только спортивные тренировки, не только прохождение курсов, когда есть очень много всего, чем можно заниматься собакой. И бегать, прыгать, и плавать. Это только все в развитии. Это не только физическая нагрузка. Должна быть собака в хорошей физической форме. Все-таки животное – это собака. И мы за это должны отвечать. Но и должен работать мозг. Здесь точно так же работает мозг. Доберман Чарли рожден не для выставок. Он любимый домашний питомец Ирины Капрановой. Но расслабляться ему владелица не дает. В свои полгода Чарли – прилежный ученик школы дрессировки. Рядом и сидеть для него не пустые слова. Активное движение. Рядом. И пошли. Это же классно идти рядом. Рядом, рядом, рядом. С этой собакой надо заниматься. Чтобы выходить в город, как бы социализированно, она должна все-таки быть послушной, адекватной. Мы ходим на занятия уже почти полтора месяца. Очень довольны. Он уже слушается. Мы даже пытаемся уже гулять без поводка. Он как бы идет и слушается. Как я ему говорю, жди маму. Мама ждет. Ждать маму Чарли научил кинолог Дмитрий Спиридонов. Он дает уроки послушания собакам всех возрастов и пород. Размер здесь не имеет значения. Рядом с солидными доберманами и овчарками команды слушают миниатюрные корги и шпицы. Кинолог уверен делать из карликовой собаки диванную подушку в преступление. Помогай. Она уже забыла все. Помогай, помогай. Она один раз туда. Давай, давай. Хорошо. Молодец, девочка. Молодец. Молодец. Вот так вот. Да, супер собака. Молодец, умница. Молодец. Оп, ты куда? Спрыгнула. Декоративные собаки – это тоже не мягкая игрушка, это собака, как бы она маленькой не видела. Они умные, они также требуют внимания, и они также требуют того, чтобы быть предель. Дрессировка, в принципе, для собаки означает, что она ходит на работу. Если мы с собакой работаем на прогулке, занимаемся, обучаем её, продолжаем работать даже по жизни, то она чувствует себя нужной. Общий курс дрессировки, аджилити, фристайл и фризби. Осваивая эти собачьи науки, питомцы учатся главному – доверять своему хозяину. Владельцы же после таких уроков начинают понимать четвероногих с полугав. На этом выпуск завершён. Ещё больше информации и ещё подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова